26 февраля состоялась первая сессия Витебского областного совета депутатов 28 созыва. На повестке дня рассмотрения организационных вопросов, избрания председателя и заместителя председателя Витебского областного совета депутатов, образования постоянных комиссий и избрания президиума и председателя постоянных комиссий областного совета депутатов. Председатель областной избирательной комиссии Дмитрий Хома сообщил, что выборы в области прошли без существенных замечаний. Явка составила почти 85%. В областной совет выбрано 60 депутатов. На первой сессии присутствуют 59. Первый вопрос об избрании председателя Витебского областного совета депутатов. Он избирается на сессии из избранных депутатов путем тайного голосования. Выступившие предложили внести бюллетень для тайного голосования кандидатуру Владимира Владимировича Терентьева, отметив его большую и плодотворную работу в качестве председателя областного совета 27-го созыва. В бюллетень для тайного голосования вносится кандидатура Терентьева Владимира Владимировича. Все депутаты получили бюллетени. После принятия решения в кабинках для голосования опустили их прозрачную урну. После подсчета голосов председатель счетной комиссии огласил результаты. Выдано бюллетени для тайного голосования 59. При вскрытии ящика для голосования оказалось бюллетени установленного проста 59. Испорченных и неиспорченных бюллетеней нет. Подано голосование Терентьев Владимирович за 59 против нет. По большинству голосов председатель Витебского областного совета депутатов 28-го созыва избран Терентьев Владимир Владимирович. Владимира Владимировича горячо поздравили собравшиеся в зале, а также депутаты палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Позади главная политическая кампания года – выборы в местные советы депутатов. И сегодня берет официальный старт деятельность областного совета депутатов 28-го созыва. Полагаю, что основой для нее станет опыт предыдущего состава депутатского корпуса области, что позволит сохранить преемственность. У него есть чем поучиться, особенно тем из нас, кто впервые получил депутатский мандат. Хочу сказать, что наши предшественники работали спокойно, согласованно, конструктивно, при вдумчивых подходах в интересах дела и людей. Сообща удалось выстроить грамотную стратегию работы. Это очень важный момент, и хотелось бы за это всех поблагодарить. Самое главное, что инициировались нужные документы, проводилась адресная работа по их выполнению. За 4 года областной совет принял 243 решения. Они были направлены на реализацию конкретных экономических проблем, целого ряда социальных программ, наполнение бюджета области, стабилизацию финансового положения предприятий и организаций. Глубоко убежден, что главный момент депутатской деятельности заключается в обеспечении разумного баланса интересов жителей регионов с общегосударственными задачами. Это всегда должно быть доминантой в нашей работе. Важность деятельности местных советов депутатов, которые призваны решать насущные вопросы, подчеркнул глава государства в рамках своей недавней рабочей поездки в город Слуцк. Депутаты – это люди, которые быстрее могут достучаться до начальства. И именно через местного депутата можно быстрее решить имеющиеся проблемы, сказал Александр Григорьевич. К слову, президенту в свое время предлагали ликвидировать местные советы приличного уровня. С чем он не согласился. Как показала практика, решение их сохранить было верным. Ведь именно депутаты на местах лучше других знают ситуацию и могут повлиять на нее. Владимир Терентьев предложил депутатам избрать на пост заместителя председателя Витебского областного совета депутатов Александра Николаевича Христофорова, который исполнял эти обязанности и в предыдущем созыве. Депутаты единогласно проголосовали за эту кандидатуру. Были сформированы постоянные комиссии областного совета депутатов, избраны их председатели, а также президиум совета. Затем слово было предоставлено председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Николаевичу Шерстневу. Прежде всего, депутаты, пожалуйста, помните весь ваш период, на который вас избрали, что вы являетесь избранником народа. Вы лучшая из лучших. Так определил народ, который верит, что это действительно так. С вами народ связывает, прежде всего, бескорыстность вашей работы, что вы те люди, общественники, которые небезразличны к жизни своих избирательников. Мы все желаем жить лучше. Ответственность за эту жизнь возлагаем, как правило, на власть. Плохо живем, власть плохая. Хорошо, ну, тоже, если доброе слово скажем, что-то дела рук власти. А вот где все остальные, зачастую забываем. А ведь у власти много помощников, в том числе и депутатский корпус. Это огромнейший власть народа, который задействован сегодня в жизнь, в жизнедеятельности, в организации жизнедеятельности наших людей. Конечно, вы не пишете закон, но вас люди избрали, и вам давали напутствие. И они абсолютно простые, эти напутствие. Кому-то где-то дорожку поправить, где-то в сквере порядок навести. Да, действительно, где-то нужен детца, где-то школа, но это реалии нашей жизни. Вы участвуете в распределении бюджета, его формировании. То есть, это все вы. И не зря вы по своей профессиональной принадлежности избраны в те или другие постоянные комиссии. Это комиссия по социальным вопросам, будь то по транспорту, по аграрным вопросам, по промышленным вопросам. Это же не просто посидеть, подыть, послушать, уйти. Это возможность донести до власти систематизированную проблему. И продолжение, как решить. Вот тогда, конечно, люди увидят, люди оценивают. Люди скажут спасибо, чтобы они ошиблись в своих избраниях. И я надеюсь, что у нас получится работа. Мы делаем одно дело. Власти народ едины. Чем лучше мы будем работать вместе с вами, тем быстрее жизнь станет лучше. Хочу пожелать вам плодотворной работы всем. Но она сама по себе не делается. Очень хотелось бы, чтобы был контакт с народом. Чтобы мы слышали все проблемы народа. Для этого у нас и прямые линии, и все остальное. Но, к сожалению, прямые линии зачастую превращаются уже не в то мероприятие, которое дает положительный эффект. А вот вы, уважаемые, вы все преддолженности, вы все призвания, вы избранники народа, вы депутаты. Вы сегодня вместе с властью. Давайте работать дружно, давайте работать плотно. Очень хотелось бы, чтобы не просто вы выполняли пожелания народа, чтобы вы были инициаторами многих хороших дел. Это тоже немаловажно. Успех творческого подхода, результативные работы всем. На благо наших видевших и наших людей. Владимир Владимирович, вас отдельно поздравляю. Я надеюсь, что мы сработаемся действительно. Вы человек энергичный, творческий, инициативный. За вами идет команда. Команда достаточно серьезная, мощная, грамотная. Заместитель у вас напоростный, боевой. Он показал и доказал это дело. Поэтому я каждого из вас верю и уверен в том, что у нас вместе все получится. Спасибо.